Привитос, амигос. В конце прошлой серии я говорил, что пора бы обзавестись новой пушкой, которая будет соответствовать требованиям по левелу, по мобам, дамагам своим собственным. Но что-то меня... Ох ты, ёпти. Чёрт дёрнул, я, короче, наточил нож мясника, вот этот вот, который ворует жизнь из-за дамаг. Вот. Мне показалось, что это будет хорошая идея, но... Его нельзя закаливать, короче, нельзя ему вообще ничего закалить, потому что он ворует жизни. В итоге дамаг у него, ну, объективно какой-то говёненький получился, ну, серьёзно, на уровне огненного меча, на уровне вот этой вот елды на тьму. Вот, они примерно все равные получились. Я не знаю, как хорошо он хилит, но убивать таким оружием кого-либо довольно-таки, наверное, геморройное занятие, но просто интересно посмотреть, как он... Как он лечит. Здесь, да, я залез на крышу. Здесь я знаю, что это сквирл. Что ему можно кидать всякое круглое говно, а он тебе будет давать всякое другое говно. Но не очень, честно говоря, мне всё это надо, не очень хочу этим заниматься. Я... Блин, я помню, что он ничего дельного, на самом деле, не давал никогда. Да, я видел, что можно сету целый получить. Тум-тум, фью-фью, блин, ты чё, бери, чё дают. За кусок говна могла бы чё-нибудь мне дать. Радужные камешки. Мерцающий титанит, вот так-то. Но это работает только раз, не надо думать, что каждый раз я буду оставлять тут радужный камешек и вытаскивать мерцающий титанит. Нет, и это хватит. Вот, любое круглое говно сюда приносите. В интернете уже есть, где написано, что нужно нанести, чтобы получить сет солнечного рыцаря и так далее и тому подобное. Мне просто он не нужен. Косточка возвращения, отлично. Что ещё можно было здесь положить? Сейчас я хочу посмотреть... Вообще, почему я не стал брать меч за душу босса? Потому что я думаю, что за душу Йорма, гиганта, по-любому, меч будет получше. А я мерцающий титанит сейчас потрачу и останусь в угаре. Я катаны не люблю и никогда катаны я не любил. Поэтому я однозначно, кстати, не хотел брать катану. Кстати, мне нравится, что мясницким ножом, а он классифицируется, несмотря на то, что он похож на меч, называется ножом, по сути, это топор, у него очень быстрый мувсет. Мне понравилось, что он очень быстро им машет. Ёпты, страсти-то какие вниз. Каркуша, блядь, и здесь каркать умудряется. Осколок эстуса. Хорошо. Ай, хорошо. Ай, нравится. Блин, отсюда можно прыгнуть на трон Йорма. Да, и сдохнуть на нём. Будет выглядеть, как будто у Йорма жопа протекла кровавой этой. Но, честно говоря, впадло. Опять начнёт опустошение копиться. Я уж как-нибудь... Ножками-ножками. Так, сейчас я по-быстрому хочу ещё раз глянуть на мечи из души боссов. Ну, блядь, они по дамагу, по-обычному они не очень. Я так понял, что главная их фишка это... Ой, знаете, какой вообще классный меч? Вот, в котором Фантом нападал. Вот этот двуручный меч изгнанника. Но он, сука, по весу, блин, слишком большой. Я не хочу опять играть в Bloodborne, блин, в одних трусах, чтобы тебе до попаданиям сносили всё здоровье. Это говно полное. Я уже танком разыгрался и хочу с щитом играть и дальше, потому что щит, ну... Щит это вещь. Он половину работы, можно сказать, за тебя делает. Но не то, чтобы... Ну да, нет, это всё равно не самый простой геймплей. Самый простой геймплей, я считаю, за мага, когда ты с расстояния просто всех уделываешь. И похрену. Вот. Одно из ваших сообщений оценили. Видите, какие я смс-ки пишу грамотные. Так, и... Кто тут? А, да, Ludlet. Всех NPC, кстати, можно убить, со всех них что-то падает. С Лудлета какое-то кольцо вроде падает. Так, начать транспор... Значит, что это такое? Канделябр клирика. Нахер, не надо. Двуручный меч Вальнира. Навык гнев богов. Видите, говорю, одноручного меча вообще здесь нету. Меч убийцы нежити, стрелять, колотить. Мелочи волчьего рыцаря, говорят, меч Арториоса. Тоже двуручный меч. Но... Я уже что-то взял вместо него, походу. Большой топор. Из жопы демона сделанный. Наверняка крутая пушка, но тоже двуручная и тоже весит, как грёбаный самосвал. Рапира. Знатока кристальных чар. Ну... Для тех, кто, в общем-то, играет обладателем кристальных чар, потому что там, вон, скейл есть в том числе и от магии. Копьё. Колюще Асторское. Ну, копьё это... Всегда было читом Дарк Соулса, но именно это копьё... Именно это копьё меня что-то не вдохновляет. С от ловкости. У меня ловкости маловатенько. А вот это меч плюс нож, но это Бладборн. Когда во второй руке у вас тоже оружие, а не щит. Это чушь. Ну, кулак. Кулак демона, но это вообще двойная чушь, мне кажется. Нет, я видел имбующих геймеров, которые проходили игру с вот этим дрыном просто. Ну, с кастетами, грубо говоря, они в PvP рвали. Ну, не для меня, я говорю, что во второй руке я либо щит, либо, я не знаю. Либо пусть что-нибудь интересное, какой-нибудь гейплей придумаю для двуручных. Опять двуручный меч правосудия. Ёптеметь. Двуручный меч. Волчьего... Этого я уже видел. Гигантский меч. Вот это, видимо, из Йорма. Терминальный меч, который Понтифик Салливан... А, из Йорма у меня ещё ничего нет. Понтифик Салливан держал в правой руке, воплощаясь осквернённое пламя. Тоже, сука, гигантский. Он даже называется гигантский меч, блядь. Но весит он не как гигантский меч, и выглядит он не как гигантский меч. Совсем. Навык осквернённое пламя. Временно призывает осквернённое пламя. Рывок вперёд, сильная атака, окутывает клинок огнём. Ну, это, блядь, для PvP друг друга уделять. Большой молот Ворд-то. Ворд-то, вон-то зимнее говно. Непоколебимость навык. А, вон, навык здесь прямо написан. Ну, вес 17, я просто... Ну, большинство из этих оружий, я уверен, рассчитаны на новую игру плюс. Потому что владеть таким сильным, ну, таким охрененно тяжёлым дрыном можно только если совсем вы здоровье не прокачивали. Вот, а это тяжкая тяжесть, на мой взгляд. Так, а сейчас бы я хотел, пока я помню, я хотел бы проверить, всё-таки агрятся бабки на того чёрта из клетки или нет. Мне очень интересно, как разрулить можно ту ситуацию, которую создал разработчик. Том месте, где куча старух. Да, все помнят это место, Херлер. Горгулья, мне не нравится, что она спавнится. Вот я против того, чтобы такие мобы, тяжело убивающиеся спав... Опа, опа, опа. А чё это у нас там? Опа, опа, там свисает чья-то жопа. Но в ней лут. Пожалуйста. Сука, блядь, криворукий. А как туда спрыгнуть-то? Я вроде вообще хорошо начал. Я думал, сейчас я без брызг на 10 из 10 просто спрыгнул. И хрен там плавал. А, потому что, блядь, это с той стороны надо. А как мне на ту сторону? Там карниза нету, но... Вот на ту как-то можно залезть? Я думаю, можно. Я думаю, что отсюда, на самом деле, этот лут просто не подобрать. Unbelievable shit! Ну, вот здесь вот, смотрите. Лесенки. А чё, лесенку, может, поднять можно? Не знаю, как-то. Есть и здесь лесенка. Ну, она ведёт, скорее всего, обратно. Блядь, а как же? А, вот. Ну, это вообще халява. Здесь, по-любому, говна кусок лежит. Естественно. Чем труднее запрыгнуть, тем лут лучше. А когда вот такая халявная херня... Ну, там, вы видите, ржавая монета. Можно пойти поубивать берсерков со ржавой монетой в надежде на то, что выбить их сет отличный, средний, лучший. Меч у них тоже лучший. Я помню, что у них всё лучшее, что если... Играешь с средним весиком. Но мне как бы хочется брони, и поэтому мне нужен только их меч. А меч из берсерка люди, бывало, неделями выколачивали. Не знаю, зачем. Видимо, в ПВП понагибать. Так, вот сучки здесь. Давай посмотрим, где псих. Псих усилен. Нет, нет, нет. Они в тандеме. Значит, этот момент проходится по-уебански. Горгулька-то отсюда хоть уйдёт? Горгуля вроде представитель демонов, поэтому она должна враждовать. Тогда у меня новая версия. Здесь враждуют... Хуя там лестница, пиздец. Как на небоскрёб по ступенькам. Здесь враждуют демоны и не демоны. Следовательно. Ну и почему-то враждуют между собой хранители глубины. Это вообще непонятно почему. Хорошо, значит... Значит-са... Зна-си-са будет война. Значит-са идём. Идём куда? Идём в Анор. Идём в Марлон-Брандо. Там, конечно, серебряные рыцари... Ну, я говорю, Анор-Брандо изменили таким образом, что просто взяли этих серебряных, сука, рыцарей с луками, умножили их на три и расставили вообще везде. Сделали три карниза. На всех троих тебя могут стрелой скинуть. Но это очень классно. Моё почтение. Это надо было ещё придумать. Ладно бы... Знаете, дали бы просто по тому же самому месту пробежать, где тебя стрелами сбивали раньше. И достаточно. Нет, они, блядь... Ты смотри. Вот сука, блядь. Сходил в Анор-Ландо, ебать. Первый же чмошник меня надъебенил здесь. Я вообще не знаю, чё, блядь. Он тыкает, не переставая. Когда его атаковать-то в ответ, блядь. Когда мне дадут эту, блядь, шикарную возможность-то, ёбаный в рот. Пиздец, блядь. Их ещё там и двое. Но, видимо, в Анор-Ландо надо идти в самую, блядь, последнюю очередь, потому что здесь совсем охуели. Это, блядь, хуже горгульи. Чё, блядь, по одному удару мы будем драться или нахуй нормально? Битву начнём. Ой, блядь. А, они прямо лёжа меня отхуярили, блядь. Даже встать не стали. Не дали. Я вот не могу лежачих бить. Я по ним только с прыжка попадаю. Но мобы могут. Ладно, в пизду Анор-Ландо, значит, пойду к Йорму дальше. Анор-Ландо, это, видимо, самая финальная локация. Ну, потому что серебряные рыцари, они пиздец какие сильные. Я, блядь, своим вот этим нахуй топорчиком по ним наношу. Блядские 99 дамага. Хотя нет, Анор-Ландо, блядь. Идёт раньше, чем финал. Ну-ка нахер. В пизду этот тесак. Он какой-то вообще невезучий. Я чё-то не заметил, чтобы он меня как-то охуенно вылечил, блядь. Может, потому что мне бить даже не дают. Вообще на лестнице так удобно драться, блядь, ребята. Опять прыжок не сработал, естественно. Пинок, точнее. Триста сорок. Блядь, когда нахуй, на что второй-то прибегает? На зовы первого, блядь. Да, вниз меня ещё тут, блядь. Да, копьё у них. Ну, оно одно из лучших копий, по-моему, первой части. Второй решил реально, что он, походу, сильный, блядь. Что его боятся. По-моему, кстати, Эстус установился, да, блядь? Пиздец, пиздец. Просто пиздец. Не, это, блядь, принципиально, нахуй. Я вам пока пизды не дам, я не уйду отсюда. Блядь, раньше тут великаны стояли, с ними и то проще было. Даже с теми, которые стояли внутри собора, они были особенно большие. Они, блядь, лечились. С ними и то было проще, чем с этими пидорасами. Да даже, блядь, с теми же пидорасами в первой части было проще. Это они здесь какие-то охуевшие просто. Типы, блядь. Пиздец, нахуй. Ещё и двое, блядь. Походу, я сюда просто не должен был сейчас пройти. Но прошёл, и за это, блядь, я страда. Давай-ка нахуй мы отойдём подальше, чтобы нам не мешали, дружище, блядь. А, смотрите, второй тоже идёт. Медленно, верно, но он идёт. Шестьдесят. Триста шестьдесят. Ну, блядь, а тебе похуй, что я сбоку был, как бы, в момент твоей атаки, блядь. Хочу заметить, что нихуя не полечил себя что-то от атаки от своей. Ну, что-то там какие-то миллиметры совсем вылечивает. Там, походу, такая фича, что каждый двадцать пятый удар лечит на миллиметр. Блядь, ёбаный, нахуй я прыгнул, блядь. Не, ну это, блядь, вообще ебануться можно. Да. Ну и хуйня, ванамас первого босса убить не может до сих пор. Нет, это хуйня полная, блядь. И меч этот хуйня полная. Потому что его лечение, блядь, это просто вообще нахуй ничего. Абсолютно, блядь, говно. Нихуя он не лечит. Я, блядь, просто заточки выбросил в пизду. Какое это, нахуй, лечение, блядь? Ну что, охуели что ли? Заебись, нахуй, написали, блядь, описание оружия. Наш меч, блядь, лечит. Иногда, блядь, может быть. Вот так надо было, да? Да, охуенно, блядь. Им еще и мувсеты заебинили, да? Наебать. Кури бамбук. Мучи албанский. Все, петушок, блядь, ты и я, нахуй. Мне нравится, как он, блядь, одним ударом мне щит сбивает. Это не из-за стабильности, это из-за перевеса, блядь. Два удара, это все, на что мне хватает, блядь, выносливости? Нихуя я богатырь. Все, соснули. Осколок титанита, блядь, в качестве лута, в качестве награды за убийство этих тварей, выглядит ебаным издевательством каким-то, серьезно. Меня как будто нахуй этим лутом послали. Так, ну что тут весит меньше всего? Лапти, блядь. Лапти старого чародея. И то, блядь, перевес. Ну, корона, бляхуль. Нормально. Все-таки пришлось одеться в ДДшника. Хуев, что я большой титанит потратил на заточку этого говна. Блядь, прежде чем пойти туда, я хочу посмотреть, что там старый кузнец еще жив. Что-то я не слышу взвяканье молока, молотка. Молока, блядь, его доят. Впереди отсутствует дружба. Оу. Слезы. Кузнец помер. Стал на во сне. Впереди печаль. А сундук у него под жопой был. Забрали. Уголь гиганта. Да. Безымянный кузнец. У него же не было имени. Кто-то писал, что это Гох, но это не Гох, это обычный кузнец. Тот на башне с луком, скорее всего, тоже не Гох. Потому что, ну, видите, сколько лет прошло, Гох, скорее всего, уже умер и окаменел давно. Хотя, сколько живут гиганты, никто не знает. Ебаный в рот. И здесь эти пидорасы. Я помню, что это большая локация. Здесь есть где погулять. Здесь есть костер. Но в первой части был. Во второй части, возможно, сейчас тут дверь замурована, и все. И мы пришли. Да, двери просто нет. Чуть-чуть. Новый директор, блядь, дворца перестроил на себе немножко все. Стрелы. Блядь. А там уже, кстати, и дым. И, как и прежде, бегать к боссу. Раньше там была вот эта сисястая иллюзия. А, раньше тут был... Там были Арнштейн и Смоук, а уже за ней... Блядь, а если там и сейчас Арнштейн и Смоук? Бегать к ним придется, блядь. К боссу через мобов. Пизда. Заебали вы своими фаерболами, нахуй же, честно сказать, блядь. Пиздец как, нахуй. Ебануться просто, блядь. Тут, по-моему, от огня, нахуй, самая, блядь, нужная защита в игре, блядь. На натуре пойти туда, вот и, блядь. Кольцо поискать. Да ебать тебя в нос, нахуй, а. Чё-то с прыжка какой-то дамаг не очень уверен. Ну, потому что тьмой по ним хуёво дамажить. Несмотря на то, что они пироманты, по сути, да, они от огня больше всего и дохнут сами. Пиздец, ты охуял, что ли? Жирный, блядь. Джаба Фетт, ебаный. Где, блядь, этот, бэкстаб, сука? Свидетельство верности уха? Ну, это ковенант их, блядский. Интересно, если я надену на себя их... их значок, может, они не будут на меня нападать? Ещё трое, блядь, пиздец. Ох, надоело, блядь. Ну, чтобы... Ай, блядь, ты-то кто такой? Ну, чё это за дымовая завеса? Она не травит, нихуя. Взорвись, нахуй. Её прикол, что нихуя не видно, походу. Ну, мы видим, да, дамаг мой, блядь, могучий. Могучий рейнджер, блядь. Пиздец. Как попал, хуй, поймёшь. Блядь, вместо аптечек бомбы, нахуй. Слышь, лыцарь, а ты не хочешь, блядь, с паучком, нахуй? Перемахнуться немножко. Силушкой, так сказать, богатырской помериться, блядь, нихуя, да? Глаза горят, блядь, пиздец. Глаза горят жаждой странствий, блядь, наверное. Нахуй. Да, ты был близок. По копытам, а? Блядь. Блядь, такая хути. Пошёл, пизду. Да, ну и, блядь, тяжело, нахуй, с ними. Ой, тяжело. Пиздец. Эстусы только уходят, ёптать. А чё у нас за этой дверкой? Так, этот пидорский паук съебался отсюда. Это очень хорошо. Тут костёр должен быть, я думаю, нет? Я думаю, тут, блядь, закрыто. Окей. Ладно, паучок, давай. Сейчас я по-быстренькому переоденусь в парадное. Чтоб засунуть... Чтоб вставить тебе в шоколадное, блядь. Отлично. Ага. 154 за удар. Я не понял, где у него уязвимое место. Что он так... Блядь, ну и уродский же. Моб, честно говоря. Пошёл ты нахуй. Свиноёб. О, бомбёхи. Слишком нахуй тяжело тут ходить, блядь. Ещё этого пидораса не хватало. Мне рыцарей, блядь, знаешь, за глаза и за уши. Олдрика, рубин. Восстанавливает УЗ при критических ударах. Ну, блядь, хуйня полная. Это у кого кинжал. Походу, сет-комплект... Комплект колец Олдрика только для кинжальщиков и нужен. Остальным просто нехуй ловить с этим Олдриком. Так, куча говна тоже. Помните, сколько она урона получала от тьмы? Вообще, мизер какой-то. Блядь, шлюха драная. У меня нету камня на молнию. Это досадно. Ну чё, мимик, не мимик? Хоть поймёшь, да? Походу, придётся у костра посидеть перед боссом, блядь. Суки, дай я тебе сундук обшмонать спокойно, ёб твою мать. Отлично. Что же тут у нас? И у нас тут осколок Эстуса, блядь, ничего себе. Блядь, ну чё, тут точно костра нет? Прохода нет. Сверху падают шлепки этого говна. Сука, перед хранителем глубин, блядь, не дали костёр, ёб твою мать. И два ёбаных серебряных гоморыцаря, ёб твою мить дважды, блядь, а? Нахуя так делать? И будто бы этого мало, ещё и адепты. Перед ним же опять-таки. Тут помощь надо вызывать только для того, чтобы тебе до босса дали дойти. С боссом можно и одному, наверное, подраться, блядь. А вот ходить к нему сквозь эту спавнищуюся ебучую стражу, это просто пиздец, по-моему, пол. Выкуси, ублюдок. Ну, пойду левел качну теперь, хули. Ни эстусов, ничего нету, блядь. Воин пришёл биться с боссом, пиздец. Гигант сейчас... Ой, блин, кузнец получит сразу два угля. Уголь мирного гиганта и уголь мёртв. А, вы его знали же, да? О-о-о, они были знакомы. Интересно, а почему гигант умер, блядь, а ты нет? Ты чё, бессмертный? Я создам оружие, которого ещё свет не видывал. Я почтю его память, но за твои деньги, да? Раньше он не брал все подряд угли, кстати. Так, ну давай нахуй перекуем тьму во что-нибудь, блядь, другое. Это что у нас? Скейл будет B. Наточенный самоцвет. B от ловкости будет. Изысканный вообще непонятно. Грубый самоцвет. Ну, просто дамаг прибавляет. Кристальный магический. Освещённый. Громовый самоцвет я нашёл, надо же. Молния, хаос, огонь. Огненный огонь. А хаос, чё, не понял? А, хаос, но ещё и скейлы сохраняет. Уменьшает дамаг, сохраняет скейлы. Ну, это, блядь, надо, сука, с калькулятором сидеть, считать. Разрывающий, хуяющий, опустошающий какой-то. А чё за опустошающий скейлы оставляет? И что? А, я тьмы. А, нет. Просто скейлы. А, он возвращает. Блядь, или что? А, хер поймёшь. Тяжёлый самоцвет. Я думаю, что надо сделать просто тяжёлым. Дабы на битве с боссом обмазать этот меч чем-нибудь. К чему у босса не будет резиста. Это будет такой дрын-антибосс. Хотя хуй знает, как с боссом драться без нормальной броньки. Да, реально, можно заебаться, пока сюда идёшь. Один рыцарь, второй рыцарь, третьих пиздюка ещё на входе. Ну, пойдём хоть посмотрим, чё за босс тут, блядь, живёт такой. Олдрик-пожиратель богов. Олдрик-пожиратель богов это баба в клатье. Вот так вот. Говорили, что мужик. Наебали. Он ебажца тьмой. Так, так. Колечко на тьму надо пригодиться теперь. Клирик, который жрал людей. Олдрик. Почему же тогда он превратился в такую хуйню? Ведь игра под названием Until Dawn показала, во что превращаются те, кто едят людей. Эй, он был в ледей! О-о-о-о-е-й, он ел людей! Почти ваншот. Хуя у него кочерга, конечно. Ты чё нахуй застрелы Амура, блядь? Ты чё, ебанулась, что ли? Вот это вообще пиздец. Я даже хуй знаю. Я её, блядь, три раза ударил, ради этого я, нахуй, сюда два часа шёл, блядь. Бежал, нахуй. Ебануться. Вообще картина. Ты бежишь, блядь, от серебряных рыцарей, а тебе навстречу ебашт фаерболы. Ну, то есть сделано всё, чтобы... Всё для того, чтобы ты не мог просто пробежать до этого босса. Я чё, первым же выстрелом охуячил? Знатно, знатно. Чё здесь написано же? Кажется, здесь какая-то безопасная зона, когда она ныряет. Надо сюда съёбываться. Кольцо, блядь, естественно, я так и не одел. Колонны, мне кажется, должны защищать как раз от стрел, блядь, а не от этой дуэты. Так, она опять там вылупилась. Опять она пуляет своими пиздюлинками. Блядь, вот это вот вообще... Вообще внезапно прилетает. Ха-ха. Не понимаю, то ли подальше от неё надо держаться, то ли поближе, блядь. Лишь бы лука на свой не доставала, блядь, ебаный. Так-то я и на борщ согласен. От этой шикарной дамы. О-о-о. Я боюсь, что она выпрыгнет подо мной, блядь. Но она всё время в том углу, почему-то появляется. Блядь. Клирик обычный. Не соврали, клирик, блядь. Она вон. Магичка. Ох ты, блядь. А теперь огненная. Да ты шо, блядь. Это, блядь, чё нахуй за магия, блядь. Просто... Просто... Я знаю, как она называется. Уебать. Такая большая красная кнопка, на ней написано. Уебать, нахуй. Она жмёт и уёбывает, блядь. Вы уёбнулись? Ну чё за хуйня-то, блядь? Какие, нахуй, стрелы, блядь? Пидорасы. Мне она вроде хорошо огребает, блядь. Базара нет. Ну вот эта магия, блядь, это пиздец, нахуй. Опять. Сразу, правильно, хули ждать. Я предлагаю начинать с этого сражения. Чё уж там, блядь. Походу, пока босса убиваешь, надо молиться, чтобы она, блядь, эту магию не скастовала, потому что всё остальное у неё хуйня. Опять. Ну а, я, кажется, прохавал. Надо бежать навстречу этим стрелам, да? Снова на том углу. На том угле, блядь. Хуй тебе в нос, блядь, тварь. АП. 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 Чё-то я много эстуса выпиваю. У неё чё, блядь, постоянно это говно вылетаешь. Где она, нахуй? Пиздец, весь дождь и стрел льётся на голову, нахуй. Хоть ты обпрыгай, оббегай, блядь. Хоть ты выебись, нахуй. Макрощель, ебаная. Чё она, нахуй, делает? Она при отходе, блядь, дамажит у неё при появлении, да? Это хуйня, тётя. Ну, один раз осталось, блядь, добежать до неё и уебать по ней. Блядь, жадность чуть не подвела, блядь. Чуть не подох, ёб твою мать. Фу, пепел повелителя, душа Олдрига. Ну, я вам могу сказать, что пиздец. Я до сих пор не понимаю принцип работы этих стрел, блядь. Просто спамьте кувырок, надейтесь на удачу. Больше мне посоветовать, если честно, нечего. Это полный пиздец. Полнейший инфернальный разрыв очка. Я, блядь, просто охуеваю до сих пор, что я её, блядь, убил с третьей попытки, блядь. Фу, блядь. Ебануться, нахуй, боссы гнутся. Пиздец, вот это вообще, блядь, ебать. Ну и магия, нахуй. Мне даже стыдно за весь этот словарный поток, но я просто в шоке пребываю, блядь, от этой локации. Вообще, вот эти рыцари, еб... Просто, я не знаю, это... Это было жёстко, это было очень жёстко. И не то, чтобы это было интересно, в том-то и дело, что этот босс не очень, не совсем интересный. Подразумевая интересного босса, я имею в виду, что босса интересно убивать. Этого босса интересно убивать совсем не было. Совсем было неинтересно, вернее, убивать, надо так сказать, правильно. Надо русский знать, надо. Так, давай, пойдём положим её пепел. Пепел летит. Блядь, надо было другую песню поставить. Так, вот вам Олдрик, да? Олдрик. Повелитель глубин. Повелительница тогда уж, ну, переводчик, блядь, хоть посмотрел бы. Что это такое? По-моему, я её вагину положил, вырванную в червях. И что это такое? А, это кусок черепа. Левая часть черепа, левая глазница, левая ноздря. Но непонятно, откуда у неё такая маленькая голова была. А я принёс такой здоровый, этот, с дырой, блядь. Пизданутся. Может, я чё-то не понимаю, конечно. Но, блядь, опять я убил, убил босса при помощи своего маленького мечика. Маленький мечик, который смог. Е-е-е-е. Повем посмотрим, что там у неё ещё осталось. Осталось, значит, два эпичных босса. Игра будет пройдена. Ну, говорят, что много секретных, но, я ебал, секретных искать надо. Я подожду, пока мне напишут, где они. Потому что, ну, исследование этого мира не самая моя любимая и сильная черта. А лифты по-прежнему ездят здесь автоматом. А с той стороны что тогда? Тоже лифт. Ну, тут всё как было, да? Да. Может, конечно, где-то там дыра в стене и лут лежит. Но вряд ли. Ни сундучка тебе, да? Нихуя. Сейчас посмотрим, что там интересно. На том месте, где Гвиневер сидел. Или как там? Гвиневра. Гвиневра или Гвиневера. Хуй узнает. Гвин не был изобретателен в плане имён для своих деток. Сам Гвин. Сын Гвиндолин, блин. Дочь Гвинера. Или что-то хуй узнает. Корона. Нет, лежбище одно осталось. Отсутствует сундук. Отсутствует роскошный вид. Вот это правильно написали. Потому что... Всегда писали роскошный вид на её сиськи. Кольцо принцессы солнца. Впереди роскошный вид. Хуй ты угадал. Так, кольцо принцессы солнца. Что оно? Постепенно восстанавливает здоровье. Но это говно полное. А на этом миллиметраж такой же, как при атаках с тесаком, блядь. Это кольцо связывает Гвиневер с Гвиневер. Вот она, Гвиневер. Принцессы солнца. Старшей дочери первого появителя Гвина. Кольцо неуловимо тёплое на ощупь, словно луч света. Оно постепенно восстанавливает Олзай. Гвиневер покинула родной дом с множеством других божеств. Стала женой и матерью и вырастила нескольких небесных детей. Нахуй мне эти подробности. Интересно. Двери. Ни одна не открывается. С левого фланга, значит, дверь, которая там защищает серебряный рыцарь. Закрыта на веки вечные. Запаяна, заварена дядей Витей сварщиком, блядь. Не пройти. Значит, больше Ван Урландо делать, к сожалению, нехрен. Ну и что, остаётся Йорм. И кто-то ещё, которого даже не знаю, где искать. Блядь, всю игру прошёл, а я до сих пор с этой зубочисткой бегу. Собственно, why not? Интересно, адепты-то пропали. Раньше рыцари пропадали, когда убиваешь принцессу. Блядь, адепты остались. Мамку делал. Хули серебряные рыцари остались, если их повелители ушли? Вот эта статуя. Вот он, Гвин. Гвинивер. Гвиндолина нет, потому что Гвиндолин урод. Как мы знаем. Ну и статуи, конечно, здесь не было и занавесок тоже раньше. Ноу-хау, ноу-хау. Так, чё дальше-то делать? Где мы на огненного пойти отпинать? Ну это вряд ли, наверное. Будем думать, сидя на пятой точке. Смотрите-ка, какая удача. С ржавой монетой с первого же берсерка выпал и доспех, и меч, и красное око. Так, что же там за меч тьмы? Меч тьмы, обычный колющий меч. 115 дамага. Странно, что меч тьмы, блядь, урона от тьмы-то и не имеет. Угольно-чёрный меч, принадлежавший тёмному духу, выжившему в стране, поглощённой тьмой. Тёмные духи первыми стали вторгаться в иные миры. Используя красное око для своих толстых широких клинков, они разработали особую технику боя. Навык яростной атакой. Владелец Калатвии свой... Да, блядь, хули там читать, надо смотреть. Очень быстро машет, да. Подожди, а что? В чём суть яростной атаки-то? Вот этот ударчик, это есть яростная атака, что ли? Залупа конская. 156 дамага всего. Надо точить, надо точить. Может, тогда он посильнее станет, я не знаю. 302. Так, доспех тьмы. Лёгкий. Смотрите, как мало он весит, как много он защиты даёт. Кроме дробящих ударов, он практически во всём соответствует... Ой, вообще выгодно его таскать. Ой, мама. Ну, я говорю, что всегда средний доспех вот этих вот чувачков. Он всегда был лучший. Если с них ещё что-то по ноже выщемить. Будет вообще хорошо. Теперь можно штанчики надеть по бронёвей. А меч, кстати, сколько весит? 4,5. Нормально. Вообще хорошо. Блядь, убите вы друг друга нахуй в кустах где-нибудь. Пошли вы в жопу. Дебила. Mission complete. Я просто хотел попробовать. Думаю, дай-ка, блин, может быть минут 10 пофармлю. А тут хуяк с первого раза. Но я не пойду искать штаны, блядь, и так далее. Блядь, мне достаточно. Чё это? Блядь, языка зла не даёт улететь. Ну, ёп твою мать. Ну, точится меч тьмы. Конечно, обычным титанитом это плюс, но... По дамагу он чё-то реально угорающий. Вот смотрите, плюс 3 меч тьмы. Давайте этот ебанём плюс 3. Похеру. На титанит, на этот. Фальшон плюс 3, 152, 152 плюс 41. Этот 149 плюс 61. Но только по скейлам он лучше. Он D от ловкости даёт. А не наоборот. C и D здесь, а здесь D и C. Но в остальном эти мечи, блин, ну, одинаковые. Меч тьмы вообще ничем не лучше, чем... Фальшон. После закаливания, допустим, меча тьмы на магию 90 плюс 95, или там он 89 плюс 100. А если на тьму? Ну, блядь, херня. А фальшон плюс 3. 90 плюс 102. Всё то же самое. Всё то же самое. Так что кто там сказал, что меч тьмы это лучший меч из лёгких? Тот маленький фуфлогончик. Тем более, что все знают, что фальшон, по-моему, машет быстрее, чем меч тьмы. Да нет, меч тьмы, наверное, даже побыстрее. Но у него размахи просто побольше. А скорость размахов та же. Ну, короче, одноручные мечи друг от друга вообще, можно сказать, не отличаются, поэтому... Насчёт меча тьмы можно не волноваться, короче говоря. Борода ещё-то... Ладно, короче, в следующей... Что-то я часто говорю слово, короче. Всё. В следующей серии будет гигант Йорм, я думаю, уже если я до него дойду. Но, во всяком случае, его локация будет точно. Так что что-нибудь жмите, что-нибудь пишите все дела.